Из 100 депутатов Сейма сегодня предоставить годный ковид-сертификат смогли 95. Это значит, что остальные должны либо иметь негативный тест, либо не участвовать в заседании. Один из таких депутатов, а именно Алтис Гобзом, стал причиной, почему первоочное заседание пришлось вновь переносить в онлайн. Он пришел на заседание в перерыве и отказался предоставлять результаты тестирования. Гобзом, я попробую тестирование. Мне тестирование. Негативный тестирование. 2.7. Негативный тестирование. Я спрашиваю, почему они по казали не уходят? Потому что мне не надо смотреть. Сеймс депутатс, мне не может быть ни один. И все. Это мне веселые даты. Мне приватная информация. Уважаемые коллеги, администрация Сейма нас поинформировала, что в зале заседаний находится депутат, который не показал ни ковид-сертификат, ни отрицательный результат теста. Вместе с тем мы не можем возобновить работу. Технический перерыв на 5 минут. Просим депутата показать документы. Уважаемые коллеги, мы собрались с Сеймс, чтобы выполнить свои обязанности очно. Эту работу мы начали очно. Но видим, что конкретный депутат возражает, просив работы очно. Сеймс продолжит работу, но продолжит ее в системе Эй-Сайма. Эй-Сайма продолжит работу, но мы продолжим работать. Эй-Саймс продолжит работу. Эй-Сайма продолжит работу. Вернулись обратно в нормальную работу, и кто-то просто хотел себе пиар сделать и не показывать тест, который, как он сам говорит, у него есть. Я, собственно, думаю, что этот эсайм, который мы в электронном виде, где каждый где-то что-то говорит, это не работа. Это не нормальная работа. Что вы ему сказали? Ну, я сказал, что я, собственно, думаю, что он неправильно сделал. Сергей Герасимов, Крышьяни Слэйт из Латвийской телевидения.